Рамиль Мухаряпов, который посмел сказать вслух, не подумать, сказать, заикаясь, правда, 10 раз, что стоять как барану, зная прекрасно русский язык, или любой другой язык, на котором ты можешь поговорить с человеком, но при этом с камерой в руках требовать казахша суэле, это обыкновенный нацизм и провокация, которая, собственно, ни к чему хорошему не приведет. Из-за этого на Мухаряпово возбудили аж целое уголовное дело, где, разумеется, никакого состава, ну вообще никак не было. То есть вот мне кажется, что вот этот первый путь гостеприимства, оно должно вообще все перемешивать, да? Состава в словах Мухаряпово хоть убей не было, но так как в нашей стране власть захватили откровенные фашисты, именно фашисты не путать с нацистами, то на Мухаряпово по указу из аппарата президента, я думаю, скорее всего, откуда-то из Ады Балаевой обвалился просто шквал ботов и атак ботов. Я, в принципе, сам через это множество раз проходил, скажу честно, дальше комментариев, каких-то угроз через звонки и так далее, которые, конечно же, тебя дизморали в каком-то смысле, дальше не заходят. Но есть еще и уголовные дела, у них же там в руках целый репрессивный аппарат, они начинают еще на тебя уголовные дела фабриковать. То есть на тебя совершают атаки боты, постоянно пишут грязь, я вот, кстати говоря, недавно позвонил этим ботам, которые мне писали, помните, когда меня агентом ФСБ объявили, угрожали, что приедут меня, накажут, что-то еще, я решил позвонить, спросить, как-то они там доедут или нет, месяц уже прошел, никто из них не взял просто банально трубку. Вот на Мухаряпова, когда совершили атаку, он поверил в то, что это все по-настоящему, а настоящие там только менты, и следовательно, он начал извиняться перед ботами, тем самым подогревая их интерес к его персоне, как следствие на него возбудили еще и уголовное дело. А состава там никакого в принципе не было, но не повторяйте ошибок Мухаряпова, знайте, что нацисты это малочисленная шайка полумных дегенератов, которые будут портить вам жизнь только в интернете за деньги, естественно, ну в реале они максимум могут вам под дверь насрать. Но у Мухаряпова как бы интернет-бизнес, и конечно же для него интернет-баталии, они чреваты и сказываются на его проекте. Но в Казахстане надо понимать, что нельзя иметь бизнес, даже какой-нибудь магазин маленький, и при этом не быть зависимым от семьи Назарбаева. В нашей стране все зависит, даже, блин, полотеры от Назарбаева.